Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Первым инфекцию подхватил подросток из многодетной семьи. Предположительно, он заразился на мероприятии за пределами Башкортостана. Вскоре заболели все дети из этой семьи – 10 человек. Они не были привиты против кори по убеждениям родителей. Всех поместили в инфекционное отделение Белорецкой центральной клинической больницы. Состояние детей удовлетворительное. При больнице создан межведомственный штаб по ликвидации кори. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое обследование очага инфекции, выявляет контактировавших с заболевшими. Детки, которые без сведений о прохождении вакцинации против кори, то есть детей, у которых нет поставленной вакцины, они пока временно ограничены посещением детских садов и школ. Также работники из декретированной группы, у которых также нет информации о прохождении вакцинации, тоже временно отстранены от работы. Ну и мероприятия направлены на то, чтобы медицинское наблюдение проводится за контактными лицами, и проводится экстренная иммунопрофилактика. Чтобы не допустить рост заболеваемости, на дистанционное обучение перевели учащихся с 1 по 8 классы школы номер 3, где учатся заболевшие дети, а также школы номер 13. Там на дистант переведены три начальных класса. Кори – это очень заразная вирусная инфекция, при которой температура тела может достичь 40,5 градусов. Другие симптомы – кашель, воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и сыпь на коже. И к другим темам. В Башкортостане досрочно завершили действующую программу по переселению из аварийного жилья. 4 800 человек получили новые квартиры, сообщили в пресс-службе регионального Минстроя. Республика взяла на себя обязательство до конца текущего года выполнить работы, рассчитанные до 2025 года, и выполнила задачу, отметили в ведомстве. В рамках адресной программы удалось расселить почти 70 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. Всего по нацпроекту «Жилье и городская среда» 8 400 жителей региона получили новые квартиры. На данный момент в республике планируют сформировать новую программу на 2024-2030 годы. Она позволит расселить еще порядка 15 тысяч человек из 580 аварийных домов, признанных таковыми с 2017 по 2022 годы. Депутаты госсобрания разработают меры поддержки семеноводам и производителям гибридов. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирского парламента. Предполагается внести изменения в закон о развитии сельского хозяйства в числе целей развития отечественной селекции, повышения качества семенного материала и рост урожайности сельхозкультур. Главное – достичь цифр, указанных в доктрине продовольственной безопасности страны. Там прописано, что к 2030 году аграрии должны обладать не менее 75% семян и гибридов, произведенных в России выше репродуктивной селекции. Эксперты отмечают, что если с пшеницей и рожью у нас все в порядке, то касательно технических и масличных культур наблюдается дефицит. Их обеспеченность составляет всего 50%. Многие зарубежные компании отказались от поставок в Россию, но есть отечественная база для восполнения недостатков. Для устойчивого роста нужны квалифицированные кадры. На сегодняшний день могу однозначно сказать вопрос номер один этой кадры. То есть необходима стимуляция именно нашей сегодняшней молодежи, чтобы им было интересно, чтобы они смогли прийти, не задумываясь о том, что им что-то надо будет еще делать, для того, чтобы приобрести в себе жилье, иметь какие-то блага, заниматься именно профессионально своей деятельностью. Участники рынка просят государство поддержать потенциальных работников-селекционеров бесплатно внедрить подъемные после окончания вузов, установить льготную ипотеку. Сами компании просят налоговых льгот и поддержки в продвижении своей продукции. У горы Еремель в Белорецком районе построят всесезонный комплекс «Идель-Баше» за 50 миллионов рублей. Проект включили в перечень приоритетных с предоставлением мер господдержки. Инициатор проекта компания «Эколаб Урал» уже получила федеральный грант в размере 5 миллионов рублей на установку модульных домиков и банного комплекса. Деньги также направили на закупку стройматериалов и оборудования для обустройства водоснабжения и водоотведения. Мы уже проплатили 6 домиков. Поставщик этих модульных зданий, 6 модульных зданий площадью 18 квадратных метров с пристроенной, крытой террасой 12 квадратных метров, они уже готовы привезти и установить. У нас наш поставщик – это башкирская строительная компания. Строительство кемпинга будут вести поэтапно до 2025 года. Первую очередь планируют открыть в мае следующего года. Инвестор получит в аренду землю возле села Николаевка. Администрация Белорецкого района поможет оформить необходимые документы. 5,5 миллионов рублей в среднем стоит загородный дом в Башкортостане. Это на 14% больше, чем на начало этого года, сообщает портал «Мир квартир». По ценам на загородное жилье республика находится на 46-м месте среди регионов. Самые дорогие частные дома продаются в Москве. В столице средняя стоимость загородного жилья – 25 миллионов. Далее идут Санкт-Петербург и Подмосковье. Четвертую строчку занимает Ямало-Нинецкий округ. Самые дешевые дома в Курганской и Еврейской автономной областях. Эксперты полагают, что спрос на этом рынке подстегивает повышение стоимости жилья в новостройках. Для сравнения, если, например, у нас однокомнатная квартира, квартира-студия, может сейчас реально стоить 6-7 миллионов, 8 миллионов, и это будет, как бы не обидеть кого, но это может быть и 25 метров, это может быть и 35 метров эту цену, но вряд ли больше, то в загородном сегменте, допустим, 6-7-8 миллионов можно купить уже коттедж. И он будет однозначно больше этой площади, как правило, раза в два. Ранее РБК УФА сообщала, что в апреле этого года средняя стоимость частного дома в Башкортостане составляла 5 миллионов 200 тысяч рублей. Цены за один квартал тогда выросли на 7,5% с начала года. Республика занимала 45-е место по средней цене на дом. У меня все. К этому часу оставайтесь на РБК. Всего доброго.